Вместе всегда нам по пути Лучше компании не найти Сночки ты, знаю и я Жизнь важнее всего семья Это моё семья Мир, дружба, футбол Дедушка сказал, что голубь это символ мира Вот, теперь я тоже за мир во всём мире Ты совсем в футболе не разбираешься Да как можно кого-то сравнивать с Ричальдо? В последнем матче Ротвейлер Юнайтед три гола подряд Хет три Ну да, и парочка штрафных после отличной симуляции падения Вот Несси никогда до такого не опускается Что? Да после такого я... Я вообще знать тебя не хочу И пожалуйста, больно надо А как же дружба? Подождите! Нам обязательно нужно их помирить Ой, да подумаешь Через пару дней сами помирятся Что у вас уже так было? Целых пару дней без дружбы? Малыш, для тебя это так важно Ну конечно, я ведь теперь посланник мира Поможете мне? Ой, да дел-то на пять минут Тимоха для меня на всё готов Ю-ху! Бывает в жизни иногда так трудно Понять другого Даже если этот другой на самом деле В общем, я думаю, тебе надо первому решиться И сделать шаг навстречу Да, Роза Я и сам собирался давно тебе сказать Я... Ой, как-нибудь в другой раз Взывать к эмоциям Это стратегическая ошибка Тут помогут разум, логика, аргументы Таким образом, в процессе эмпатии Выделяются эндорфины Особые вещества, которые благотворно влияют На общий психофизический тонус Из этого следует что? Что? Что дружба полезна для здоровья Для здоровья полезна борьба за существование И здоровая конкуренция Совместный труд Я знаю, что делать Раз, два, взяли Тужок, отойди Ты мешаешь съемке Какой съемке? Да это на конкурс Конкурс? Который в интернете На лучшей пенальти Пенальти Так как вы с Тимохой не можете вместе То мы решили поучаствовать Ой! Так, все Генка на скамейку запасных Лиза, снимай Ага Ну ваще Ну ты крут, Тимохо, никогда такого не видел Это был потрясающий удар Еле поймал А когда будут известные результаты? Ну, конкурса А конкурс я придумал Придумал? Ничего себе! Тимоха, слышишь? Мы тут выкладывались, как Ричальда и Несси А выходит, все зря Дружок прав Обманывать нехорошо, малыш Но ведь получилось А? Вот вы и помирились Миссия выполнена Аккурс 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 Люди Раздельный сбор мусора Это необходимость, а не моя прихоть Если мы хотим выжить, мы должны научиться перерабатывать все эти отходы, которые оставляем после себя на планете Это всё так сложно, непонятно Алло? Ой, можно я пойду поиграю? Подождите, но ведь мой аппарат по переработке отходов создаст много новых и полезных вещей Генка, сделай что-нибудь интересненькое, зови Мы напоминаем, что по условиям соревнования побеждает тот рыбак, который выложит в сеть фотографии с самой большой рыбой А вот и первые участники Малыш, ты же уже вырос, этот резиновый мусор уже не нужен? Это не мусор, а моя любимая уточка Кто же станет победителем? Мы ждём вашей фотографии Вот невезуха Это моё Понял, это твоё ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такими темпами этот контейнер заполнится через 590 дней. Генка, мне нужна какая-нибудь тара для мусора. В лодку уже не помещается. Мусора? Да, я тебя обниму. Где ты его раздобыл? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы начинаем финальный отчет нашей битвы. У вас остался последний шанс выложить фотографию. Десять. Девять. Восемь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре. Смотри, кого я нашел. Три, два, один, финиш. И побеждает, побеждает дружок Барбоскин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы были неправы, Бена. Ну что, узнал, откуда взялся скат? Я проанализировал розу ветров и карту течений. Он приплыл вместе с мусором с моря. Зацепился за ящик. Считай, что мы его спасли. Мой скат вернется обратно. Не думаю. Сенсация. Скат-эколог воспитывает тех, кто мусорит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шоу блогеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перест надрезанные. Репа – однолетнее растение семейства капустных. Но об этом мы поговорим в следующей передаче. Гена, ты что, теперь видеоблогер? Я автор и ведущий собственного научного канала. Мы тоже снимемся в твоей передаче. Это научная программа для интеллектуалов. Тогда мы сделаем свой собственный канал. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне даже интересно, кто вас будет смотреть. Да мы раньше тебя сто тысяч просмотров наберем. Чао. Привет. В эфире мега-крутое шоу сестер Буарбоскиных. Новости нашего огорода. Сенсация. Шок, вы не поверите. К нам залетела муха. И улетела. Что она искала на нашем участке? Невероятная новость нашей фазенды. Сегодня мы целый день считали облака. Интересно, что им от нас нужно. А в завершении немного мистики. В кустах мы обнаружили странный загадочный объект, который оказался сталой дедушкиной галошей. Ну что, Геночка, сколько у нас просмотров? А вы комментарии свои читали? Ваша АБВГД-ка веселая. Но эти сёстры Барбоскины такие недалёкие. Хм, да. А у тебя что? Ведущий, конечно, мегамозг, но зануда. Что значит недалёкие? Может, прикинемся знайками, как Гена? Публика требует зрелищ. Придётся незаметно перенять опыт кривляк. Стали известны подробности происшествия с мухой. Злоумышленница летела со скоростью 2 км в час, делала 300 взмахов в секунду и съела 25 граммов каши. Это просто бомба, улёт. Данный корнеплод имеет прикорневые листья зелёные, леровидно-перисто надрезанные. Учёные в шоке. Ну что, комментирует? Пусто. А у Гены? Хаюшки, с вами Гена Барбоскин, ботаник. И огородные байки. Ну вообще! Оскар, смотри, он нас передразнивает. Ну вообще! Мухи тип членистоногие, подтип трахейно-дышащие. Сейчас я им покажу, как смеяться надо мной. Привет! Встречайте, с вами псевдонаучный детский лепет от Розы и Лизы. Мы вопрос задали про летевшие мухи. Расскажи нам, как дела. Как дела в науке? Инновации там, биотехнологии. А сестёр Барбоскиных крутая зоология. В нашем огороде знатное событие. Шоман Барбоскин совершил открытие. Выглядит умняшкой, интеллектуально. Кто репу чешет, а не ест буквально. Пиши. Пиши. Ой, я тут какую-то кнопочку нажал. А что? Камера всё это время была включена? Да. Это был прямой эфир. Сто двадцать тысяч? Клёвое шоу, ребята. Вместе вы супер. Начали. С вами Гена Ботаник. Выращивал репу. Став на себе опыты, говорил шепотом. Не подозревал о репе. Рядом Роза и Лиза. Маялись, маялись, страдали от скуки. Мы взяли в руки камеру, устроили битву, попсы и науки. Проклятие Гены Что это у нас тут? Гена, такие фигурки несчастье приносят. По телеку рассказывали. Тебе, дружок, поменьше телевизор смотреть надо. Ай! А дружок-то плав. Я и говорю, выкинь ты эту фигурку, Ген, на всякий пожарный. Не болтайте ерунды, это всё глупые сувеверия. Ну! Вот так. Очень симпатичный сувенир. Поняли? Гена, ты это, лучше отойди в сторонку, а яблоко я тебе достану. Чего это ты такой добрый? Ой! Ай! Ну ты удружил! Стой! Ну что ещё? Чуть не наступил. Ай! Ой! Немедленно дайте мне воды! Я пить хочу! Вы что, издеваетесь? Ну а вдруг ты... Ах-ха-ха-ха-ха-ха! С плаклятием не шутят. Не отдам! Дай сюда! Для твоей же безопасности! Хватит, больше ко мне не приближайтесь Ты думаешь о том же, о чем и я? Газонокосилка Электропейбол, предмет повышенной опасности Ну и ладно, в доме еще один удлинитель есть Ой, негдобу это Нельзя играть со злыми силами судьбы Ай! Гена! Пульс слабый, но жить будет Фигурку надо снять А, что здесь происходит? Гена, ты как хочешь, но от этой жути просто необходимо избавиться Посмотри, что сделало с тобой проклятие Проклятие? Это не проклятие, это вы Кто стащил удлинитель? А кто воду у меня отнять хотел? А я был никто тряс Мы все равно не отстанем Да, ты наш брат А теперь отставите Гена, чтобы снять с тебя проклятие, нужно провести специальный ритуал Ага, мы в интернете прочитали Без тебя никак нельзя Надеюсь, об этом никогда не узнают ребята из научного кружка Тумба-юмба, раз-два-три Стоп, проклятие сгори Пляшем! Тумба-юмба, раз-два-три Стоп, проклятие сгори Ребята, а вы случайно не видели моего чудика? Потерял вот такого Малыш, откуда это у тебя? Нравится, сам сделал Поделка из природного материала Осенью в детский садик отнесу Поделка в садик? Из природного материала! Сам сделал! полцам дерево желаний Классивая шубка Жалко, что к следующей зиме она мне маловато будет Мне отдашь? Вот еще! Я сделаю из нее балеру и буду участвовать в модном уговоре Жадина! Меха? Это модно Туфельки Нет, меха Инфузории туфельки Тема моей работы Я выдвинул ее на резиншнауцеровскую премию Дружок, поиграем? Ну, давай одну партейку по-быстрому А то заниматься надо Решил я наш двор украсить Весна самое время для посадок Завтра утром поможете мне деревца посадить? У меня свой садик, домашний Мое? Это одноклеточные А тут? А нас по телевизору покажут Я бы балерон надела Ну, тогда неинтересно Я бы с радостью Но контрольное на носу Деда, а что это? А это... Это дерево желаний У того, кто его посадит Сбудется любое желание Ого! Круто! Ух ты, пух ты! Да Ну, видимо, придется самому сажать Что, тоже за деревом пришел? Ну да А дерева-то нету Да это малыш нас опередил Малыш А где дерево желаний? Я дерево не брал Только ленточку для зайки Ну и готовое из них Дерево желаний Дедушка Мы решили тебе помочь А то ты до вечера не управишься А мы за вас все посадим На строго научной основе Ну, раз так Разбирайте, помощники Одно деревце осталось Я тоже посажу И желание загадаю Деревица, любименькая Мне бы за контрольную четверочку Пожалуйста Хочу, чтобы воска Подоила мне свою шубку Прошу наградить меня Первой резиншнауцеровской премией Пусть меня по телеку покажут В модном уговоре Всего один саженец И силенький какой-то Без шансов Конечно Дужок почти все себе захапал Естественный отбор Малыш Нам пора Премия в области биологии Досталась Колли За средства от Молли Как можно поставить борьбу с мелким вредителем Выше фундаментального исследования Все равно дерево желаний Наверняка посадила я Плакал мой модный уговор И Боляро тоже И что, ты мне шубку отдашь? Да забирай Ее все равно моль съела Да Модно уговорили шубу Нечего сказать Эх, надо было заниматься молью Значит, у дружка было дерево желаний Гвоздь мне в кеды Ну что, получил свою четверочку? Ага Два за устный И два за письменный Два плюс два Как раз четыре Дедушка, дедушка Нехорошо детей обманывать Никакого дерева желаний нет Никого желания не сбылось Выходит, мы зря копались в земле целый день Сбылось, сбылось Мое сбылось Идите за мной А что же ты пожелал? Чтобы в нашем дворе был самый красивый садик Семейный секрет Малыш, не хочешь почитать? А что это там у тебя? Ничего Лиза, это и секрет Малыш, я никому Честная плечестная Ладно, смотри Это Боня Я его под деревом нашел Ух ты Какой красивый И какой большой Он будет у меня жить Только никому Ага Представляешь, я такая иду Делаю вид, что его не вижу А он Вот я и говорю Погода сегодня суперская Лиза, тебе чего? У тебя что, тоже секретик? Ой, чуть не проболталась Так, Лиза О чем это ты чуть не проболталась? Ни о чем Ничего не скажу Я тебе потом перезвоню Лизка, стой! Какой у тебя секрет? Не скажу Ну скажи, пожалуйста Ничего не скажу Это секрет Что это у вас тут происходит? У Лизки какой-то секрет А она не хочет его рассказывать Родной сестре Ха, а родному брату? Не-не-не-не И не уговаривайте Не скажу Лизонька! Гвоздь не в кеды Что ж у Лизки за секрет-то такой? Я теперь вообще не усну Да Ничего не скажу Да я совсем не для этого пришла Я так просто поболтать Лизка, да ладно Мне можно доверить этот секрет? Ну правда Думаешь, я не знаю, Лиз? А Лиз, ну так и скажи Что влюбилась Ха-ха-ха-ха Да ладно тебе Можешь не стесняться Мне вот тоже один мальчик нравится Знаешь кто? Да Берманкин Ну, а тебе кто? Да никто мне не нравится, отстань! Ну вот, получается, я зря тебе свой секрет рассказала Воска, можешь на меня положиться Ни за что никому не скажу Лиза! Не скажу Лиз! Ну, Лиз! Мы же одна, семья! Ничего не слышу! Лиза, а хочешь, я тебя в футбол научу играть, а? А хочешь, кросс по физресу тебя сдам? Лиз, ну что за секрет-то? Я тебя не слышу! Что? Уже знаешь, что я двойку по химии получил, да? Теперь знаю, но никому не скажу Честное пья честное Лиз, хочешь такое платьице, а? Как оно тебе пойдет? Посмотри! Не пойдет Лизонька, а хочешь новый диск с Жаной Кисти? Мы как солнце и луна, мы как небо и вода Мы пойдем вдвоем туда! Лиза! Тебе туфлик, мне секрет! Не скажу! Лизочка, солнышко! Съешь кусочек и скажи секретик! Сестричка, хочешь мою помаду и заколочку? Отстаньте от меня! Пожалуйста, Лиза! Малыш, я чебоню! Не выдадим твой секрет! Лиза, не бойся! Я Розе про Жучка уже давно рассказала По секрету! И дружку, и Дене! Только смотрите, больше никому! Мама, папа, смотрите, что у меня есть! Только... Это секрет! Лизка, солнышко! Практическая магия Уроки волшебства Урок первый Исчезновение предметов Медвежонок, исчезни! Верьте в себя, и у вас все получится Сделайте глубокий вдох Медвежонок, исчезни! Сделайте глубокий вдох Закройте глаза Лиза! Ух ты, пух ты! Медвежонок! Напрягите живот Лиза, можно я возьму его поиграть? И основание черепа Ой, я верну! Честное-причестное! Можно? Медленно кивайте головой Спасибо, Лиза! Ты такая добрая! Поднимите руки вверх И резко вытяните их вперед Медвежонок, исчезни! О! Ура! Теперь я волшебница! Ура! Я научилась! Чтобы такое наколдовать Вратарь выбивает мяч в центр поля Пас Аршавкину Перевод Гавкину Передача Удар! Ой, прости, Лизка Я не заметил Смотреть надо Вот не я, а я сегодня дежурю Дружок, а ну вернись Убили за собой Потом А может его В жабу превратить? Да А если дружок станет жабой Кто все это убирать будет? Лучше превратить его в уборщицу То есть в уборщика Лизка, ты чего? Обиделась что ли? Да ладно тебе Я же извинился Ну хватит злиться Все, мир Уборщик Ой, гвоздь мне в кеды Я тут распинаюсь Мирюсь А она дерется Сестра называется Все, ты для меня больше не существуешь Уборщик Ничего С медвежонком тоже не с первого раза получилось Уборщик Лизка Лизонька, очнулась Я тебе тут сладенького принес Кушай, поправляйся Кушай, поправляйся А я все твои дела сделаю Пол подмету, посуду вымою Ну и все остальное Ты главное лежи Отдыхай Ура, получилось Дружок уборщик Все-таки я настоящая волшебница Что бы еще наколдовать О, а наколдую-ка я Что бы мой мишка появился Спасибо, Лиза Медвежонок, появись Кто бы сомневался Хе-хе Тайное общество волшебников Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Пустите меня Ну пожалуйста Дружок, ты опять будешь нам мешать Да буду Пока вы не примите меня В свое тайное общество волшебников Ну пожалуйста, пожалуйста Дружок, мы не можем тебя пустить Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Хватит дуться Мы же стулас тебе говорили Членом нашего тайного общества волшебников Может стать только тот, кто увидел магический кристалл Ну так покажите мне этот кристалл Подумай логически Если мы его тебе покажем То ты узнаешь нашу тайну И тогда наше общество перестанет быть тайным Тайнику собранию Через пятус минутус Дружок, а чего она сказала? Я этот тайный язык еще не выучил Тайное собрание Через пять минут Спасибо Я все равно узнаю вашу тайну Крамба, карамба, лямбда 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 Дружок, с тобой все в порядке? Я так одинок! Своим тайным обществом вы поставили между нами непреодолимую стену! И мне уже кажется, что мы совсем не братья! Да ладно тебе, это же игра! Слушай, есть у меня одна идея! Крамба, карамба, карамба! Генка, закрывай хорошенько дверь, чтобы дружок не вошел! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Что? Гвоздь мне в кеды! Это и есть ваш магический кристалл? Да это же булыжник, который мы с малышом притащили со двора, чтобы дверь подпирать! Это, дружок, нас раскрыли! Генка-поедатель! Мы должны наказать Генку за то, что он предал наше тайное общество волшебников! За то он своего брата не предал! Да какая разница, если тайного общества волшебников больше не существует! Почему не существует? Потому что все теперь знают про нашу тайну! Раньше хоть двужок не знал, а теперь и кто? Тимоха! Точно! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Ребята! Чего это вы делаете? Извини, Тимох, но членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл! И не пытайся ничего узнать! Ты и так слишком много видел! Все равно я узнаю вашу тайну! Глобальное потепление Ну и жара! Да ладно! Мне может вообще холодно! У меня даже нет сил с тобой спорить! В эфире новости! Небывалая для наших широт жара держится уже вторую неделю! Ученые еще не знают, сколько это будет продолжаться! Но с уверенностью можно сказать, что глобальное потепление действительно наступило! Теперь-то ты не будешь отрицать очевидное! Дружок! Это я во всем виноват! Я! Все это началось зимой! Полгода назад! Было очень холодно! Надо было готовиться к контрольной! Тоска! И тогда я подумал, как было бы здорово, если бы зима прямо сейчас кончилась и наступило лето! Ах, лето, лето жарко! Лето, все такое яркое! Пау, лето! В тот момент мне и пришла в голову эта идея! Дружок! Ты мой фен не видел? Ты хочешь сказать, что запустил в небо фен на воздушных шариках и вызвал этим глобальное потепление? Угу! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Чего ты смеешься? Пусть не сразу, но когда прошло время, фен нагрел воздух и наступило глобальное потепление! Он сейчас, наверное, уже на орбите! Летает там и греет нашу атмосферу! Фен на орбите? Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Дружок, не переживай! Скоро батарейки сядут и потепление закончится! Хе-хе-хе-хе-хе! Это были очень хорошие батарейки! И они сядут нескоро! Это мое видеообращение к мировому сообществу! Я, дружок Барбоскин, виноват в том, что устроил глобальное потепление, запустив на орбиту фен, который нагрел воздух! Простите меня, пожалуйста! Я обещаю все исправить! Как можно в такое верить? Вот инфузория! Я лично отправляюсь в небо! А? Найду этот несчастный фен и сломаю его! Чего бы мне это ни стоило! Дружок! Стой! Прощай, брат! Прощай, земля! Возможно, я не вернусь! Но выполни свой гражданский долг! Сейчас! Найдем что-нибудь подходящее моменту! Никуда ты не полетишь! Отстань! Ты чего? Я не позволю тебе делать опасные глупости из-за твоего собственного невежества! Пусти! Я всему миру обещал! Ты ничего не понимаешь в глобальном потеплении! Как это я не понимаю? Я его сам создал! И чего ты не создал? Ученые сошлись во мнении, что глобальное потепление происходит в результате непрерывного природного цикла. Никакого влияния на этот процесс земляне не оказывают и оказать не могут. А теперь новости спорта. Ну, теперь понял? Так значит, это не я! Земля сама нагревается? Ну, конечно! Ура! Стой! Помоги! Стой, дружок! Держись! Ура! Ну вот! Теперь еще и кеды на орбиту полетели! Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Рыжая Рыжий клоун-конопатый поломал свою лопату! А-а-а-а! А сейчас рыжий клоун сделает еще одну глобость! Почему, если клоун-то обязательно выжий? Без паяка ты больше похож на клоуна! Пусть, дружок, будет рыжий! Так же смешнее! Значит, и надо мной тоже надо смеяться! Потому что я выжая, да? Паю! Вот вы какие, оказывается! Не буду больше с вами разговаривать! И вообще, больше из своей комнаты не выйду! Объявляю сидячую забастовку против невыжих! Ха-ха! А что это было-то? Похоже, у нашей Лизы появились комплексы Бедненькая Лиза! Да ладно вам! Перебесяться! Э-э-э... Мы должны ее поддержать! Ой-ой! Проявить терпимость и доброжелательность! Ведь если папа узнает, что мы Лизу обидели, то выходные нас в кино не поведут! Да, проблемка! Держи! Чего это ты подлизываешься? Ты же моя сестренка! И я понимаю, каково это быть не такой, как все! Например, слишком красивый! Хе! А? Забастовка забастовкой, но обмен веществ требует своего! Приятного аппетита! Кстати, а ты знаешь, что знаменитый ученый Аристотель тоже был рыжим? Хе! Терри! Я... Лизка! Ну хватит тебе глупостями заниматься! Сколько можно в комнате сидеть? Хе! Моя забастовка! Когда захочу, тогда и закончу! Вот! Лизочка, ты не переживай! Мы тебя поддерживаем и поможем тебе! Хочешь, мы сегодня за тебя на кухне подежурим? Ура! Мы поможем Лизе бастовать! Я все равно с вами не возговариваю! Я помою за тебя пол! А я помогу сделать уроки! А дружок вымоет посуду! Э! С чего это вдруг? Что я рыжий, что ли? А-а-а-а! Вау! Ну ты! Уй! Меня эта забастовка уже достала Лизка наконец заснула Какая разница? Она все равно с нами не разговаривает Значит, мы не пойдем в кино? Ээээ... Проблема осталась нерешенной Тут нужны кардинальные меры Лиза! Лиза, вставай! Мы просто хотели сказать тебе Доброе утро! Ты больше не будешь против нас бастовать? Нет, больше не буду Ну вот и здорово! Получилось! Ага! Телевизор, значит, смотрите! А меня не позвали Потому что я выж... Потому что меня Лизой зовут! Да? Все! С меня хватит! Объявляю забастовку! Всем не Лизам! Шнурок Шнурок Я так никогда Таладором не стану! Ну что у тебя опять? Шнурочки развязались Поможешь их обратно завязать? У быков Не может быть никаких... Ты сказал шнурочки? Угу Малыш, в жизни каждого Барбоскина наступает день Когда ему пора научиться завязывать шнурки самостоятельно Ты уже большой мальчик? Готов ли ты овладеть этим знанием? Ага! Я ух ты, бух ты какой большой! В нашей семье Это древнее умение передается из поколения в поколение Папа научил завязывать шнурки Возу Воза выдвесила душка Дружок заставил Гену А Гена оторвался на мне Теперь твоя очередь Итак, ядовой Пока ты не научился завязывать шнурки, ты никто Ясно? Забудь про мамочку с папочкой Про игрушки Про сладкие мультики Теперь в твоей жизни только одна цель Научиться завязывать шнурки Как я могу забыть про мультики? Да и про маму с папой Возговорчики! А ты представь, что нужно убежать от лесного пожара Или от цунами Или от космических пришельцев И вдруг твои шнурки Возвязываются Ну, и как тебе помогут твои мультики? А если мамой с папой ядом не окажется? Ты должен рассчитывать только на себя Ясно? А если мамой нужно убежать Нет, ты должен убежать Ухır Ну, тебе ребенок Настал час узнать, на что ты способен. Готов? Готов! Поехали! Есть! Молодец! Теперь ты достойный член семьи Барбоскиных! Горжусь! Ура! Теперь ты можешь передавать это умение другим! Ух ты! Ух ты! А кого же мне учить? Папа! Папочка! А когда у меня будет младший братик или сестрёнка? Мг? Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи… Ещё не скоро! Хочешь, чтобы я и тебе такие же завязал? Ты уже большой мальчик В жизни каждого Барбоскина наступает день Когда ему пора научиться завязывать шнурки самостоятельно Субтитры создавал DimaTorzok